На заводе двигателей «КамАЗа» Михаил Мишустин посмотрел процесс работы и сам поучаствовал в сборке. И здесь премьер-министру России показали производство нового шестицилиндрового двигателя объемом 12 литров. Данный двигатель входит в пятерку самых экономических двигателей мира. Даже по некоторым параметрам обходит своих конкурентов зарубежных. А такая работа идет на заводе каркасов кабин. Самый молодой завод «КамАЗа» был открыт два года назад. Его также в сопровождении Рустама Миниханова и Сергея Кагогина смотрел Михаил Мишустин. Сейчас здесь работают около ста роботов. Применены новейшие технологии окраски. Главное достижение, что мы не произвели ни одной кабины в брак. И мы уже на сегодняшний день произвели 5600 каркасов кабин. Производство, которое вы нам сегодня показали, такой образец профессионализма старой школы и, соответственно, самых последних технологий. Примечательно, что делегация правительства по территории Челнинского автозавода передвигалась на электробусе собственного производства «КамАЗа». Когда особый экономический конкурент наладился, то как раз по типу мастеров первый разговор. Михаил Мишустин также сел за руль «КамАЗа» и прокатился на грузовике. С началом запуска конвейера в 1976 году модель на ряд «КамАЗа» составлял всего три автомобиля. Но сегодня это более 60 моделей с проподробностью от 3 до 80 тонн. В 2019 году начато производство магистрального тягача нового поколения с кабиной К5. Осмотрев производство, Михаил Мишустин провел совещание по развитию автопрома. На встрече обсудили, каких показателей добился «КамАЗ» и что в перспективе. Сейчас предприятие объединяет более 100 компаний в России и за рубежом. По итогам минувшего года у автогиганта закупили более 30 тысяч автомобилей. Чистая прибыль более 3 миллиардов рублей – это значительно лучше, чем годом ранее. И президент, и правительство очень активно поддерживают автопром. Результаты такой помощи хорошо видны по работе его предприятий. За первые 4 месяца 2021 года производство грузовиков здесь выросло на почти 40%. И «КамАЗ» остается, конечно, безусловным лидером в своем сегменте и расширяет, серьезно, системно расширяет свой экспорт. Драйверами роста стали продажи грузовиков на российском рынке, а также реализация автобусов, электробусов и спецтехники. Порядка 10 миллиардов рублей «КамАЗ» инвестировал в модернизацию и освоение новых технологий. Сам «КамАЗ» останавливался на 3 дня всего. Мы сделали все, чтобы наш коллектив оказался в безопасности, не только в набережных челнах. Наладили пошив защитных костюмов, начали купить линии и выпускать респираторы. То есть мы 1,7 миллиона респираторов выделили. Михаил Мишустин отметил, сейчас необходимо развивать направление беспилотников и экологического электротранспорта. «КамАЗ» является, как я уже сказал, лидером в этой сфере. В текущем году заключен уже четвертый по счету, по-моему, самый большой контракт на 350 штук на поставку электробусов в Москву. Рустам Нургалевич сказал о том, что собирается Казань приобретать ряд электробусов. Так, Рустам Нургалевич, я вас услышал. В этом году «КамАЗ» намерен выпустить 37 тысяч автомобилей, из них 2000 – это техника нового поколения К5. Как отметили, главные задачи на ближайшие годы – усовершенствование двигателя Р6 и развитие семейства автобусов, электробусов и газомоторной техники. Дмитрий Ирин, Александр Лобанов, ТНВ, Набережные Челны.